На полуострове, 17 часов. Радио Крым. Главное информационное. Крымская служба новостей. Мы знаем всё. 16+. Здравствуйте. У микрофона Валерия Вознесенская. В этом выпуске. Завтра в Крым прибудет делегация из Татарстана. Украина попыталась в очередной раз продать российский сейнер Норд. И проезд на некоторых улицах Севастополя будет ограничен. Когда и где, вы узнаете в ближайшие минуты. Крымская служба новостей. Завтра в Крым с двухдневным визитом прибудет делегация Общественная палата Республики Татарстан. В рамках визита на полуостров гости планируют встретиться с первым вице-спикером Ефимом Фиксом и вице-спикером крымского правительства Эдипом Гафаровым. Также в программе посещение мемориального комплекса концлагерь Красной и Крымского инженерно-педагогического университета. Кроме того, в среду в Симферополе пройдет круглый стул с членами делегации и крымскими общественниками. Ожидается, что в конце мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между общественными палатами Крыма и Татарстана. Сегодня Украина попыталась в очередной раз продать российский сейнер «Норд». По данным, опубликованным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, торги так и не состоялись. О желании приобрести судно заявили шесть участников, однако ни один из них не сделал гарантийного взноса. Начальная цена корабля составила почти 3,5 миллиона рублей, а гарантийный взнос – почти 300 тысяч рублей. Как говорится в документах торгов, на данный момент «Норд» базируется в Бердянском морском торговом порту возле причала номер 9. Студенты крымских вузов перешли на второй этап деловой игры «Ты нужен республике». Удостоверение участников сегодня получили 16 человек. Об этом рассказал СМИ-проректор по развитию приоритетных проектов КФУ имени Вернадского Сергей Додонов. Объединенная комиссия преподавателей состоит из экономистов, менеджеров, филологов, юристов, чтобы можно было разносторонне оценить тот материал, который поступает, и посмотреть, как протекает избирательный процесс. Додонов подчеркнул, что студенческие проекты, которые участники будут анонсировать уже на этой неделе, интересны и самим студентам, и правительству республики. В Севастополе 14 и 15 февраля вводится временное ограничение на проезд и парковку личного транспорта на ряде улиц. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. С 8 вечера 14 февраля до 14.00 15 числа движение будет ограничено на площади Нахимова, Суворова, улице Ленина, проспекте Нахимова и площади Лазарева. Кроме того, с 10.30 до полудня 15 февраля вводится временное прекращение движения всех транспортных средств по маршруту следования колонн от площади Суворова до Лазарева. По данным Крымского гидрометеоцентра, на полуострове завтра переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, но в течение дня небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 с порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 14 градусов со знаком плюс. В Симферополе ночью без осадков. В течение дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 с порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 5 градусов выше нуля. В течение дня от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление будет падать. На этом у меня все. Валерия Вознесенская, Крымская служба новостей. Каждую пятницу в вечернем эфире острые темы, убойные аргументы, бескомпромиссные позиции сторон. Ток-шоу «Жестко». Смотрите в прямом эфире на телеканале «Первый Крымский». Мы начинаем в 19.30. Вечерний перехват с Владимиром Андронаки и с Солией Сарсенбаевой. Про то, о чем все говорят, спорят и размышляют. Серьезно о серьезном. Возрастное ограничение 12+. Здравствуйте. Сегодня у нас такая очень серьезная тема. Мы будем говорить о создании атомной бомбы, о ее влиянии на человечество. Атомные войны уже ведутся на протяжении почти 70 и даже больше лет. На эту тему сегодня говорим с Мариной Всеволодовной Глумовой, директором физико-технического института, кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры радиофизики и электроники Крымского федерального университета. Мы вас приветствуем в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, студийные номера плюс семь девять семь восемь четыре нуля двести шестьдесят четыре и наш короткий номер сорок шесть сорок семь. Вы можете присылать сообщения со словом Крым. Стоимость смс шесть рублей двадцать копеек. Ну, а также, я напомню, работают такие месседжеры, как ватсап и вайбер, куда вы можете присылать свои вопросы по номеру плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Марина Васильевна, а вот создание советской атомной бомбы, оно ведь, как оказалось, вот как мы посмотрели в календаре, началось еще во время войны, когда, в общем-то, мы об этом и не слышали. Ну, я имею в виду, вот тогда, в то время, об этом речи не шло, так сказать, широко в прессе. И вообще об этом мало что знали, как о таковом оружии, да? Да, и это очень знаменательно и показывает важность этой проблемы и осознание важности в годы Великой Отечественной войны. И несмотря на то, что переживала страна, были созданы условия, были собраны ученые и начались работы над атомным проектом Советского Союза. Вообще, по атомному проекту есть несколько замечательных документов. Это документы 40-го года и документы 42-го года, которые говорят о том, когда непосредственно начались эти работы. Но если говорить о годах войны, то вы знаете, что Игорь Васильевич Курчатов с группой сотрудников физико-технического института активно участвовал в проблеме размагничивания кораблей. И делал это... Это было еще до войны? Это было в 42-м году. В 41-42-м году? В 41-42-й год. И естественно, Игорь Васильевич, как патриот страны, не мог удержаться. У него были все возможности, как бы сказать, не участвовать в этих, что ли, событиях. Но он был направлен на Черноморский флот. И он участвовал под руководством будущего академика Александрова в решении задачи размагничивания кораблей для того, чтобы минимизировать возможность их подрыва на минах. И эта задача была успешно решена. Далее Игорь Васильевич был переброшен на Северный флот и на другие точки. Но занимался урановой проблемой он до 40-го года. Начал он заниматься ею в 30-х годах. И начал он заниматься на пике своей научной карьеры. Он занимался сигнетаэлектриками, занимался вопросами электрической изоляции. И он достиг серьезных успехов. И для другого ученого на долгие годы, может быть, этих успехов было бы достаточно. Однако в 30-х годах весь физический мир был заинтересован, вдохновлен задачами атомными. А именно, были сделаны первые работы, была исследована естественная радиоактивность, шло познание атомов и ядер. И, естественно, Игорь Васильевич, как очень интересующийся и очень выдающийся, как выяснилось, в будущем, но и тогда это уже было видно, исследователь не мог не обратить внимания на эту перспективную тематику. И в 32-м году он буквально практически на взлете своей предыдущей работы переходит на радиоактивную тематику, то есть на тематику, связанную с атомными проблемами. А вот, простите, а вот эта вот сама по себе тематика, она имела такой научный интерес, либо прикладное значение именно в военных целях? Вы знаете, сначала она, конечно, имела научный интерес, но о том, что она будет иметь довольно-таки серьезные последствия военные, стало ясно очень быстро. И поэтому, в принципе, работы по атомному ядру в 30-е годы были закрыты, и информации становилось все меньше и меньше. И после первой эйфории, когда эти исследования делались всеми еще вместе, то через некоторое время они были закрыты во всех странах. Я хочу сказать, что вот первоначально... В смысле, закрыты в том смысле... Да, 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 да. Информации закрыты, они исследованы, конечно. Они так много стран этим занимались. Ну, занималась этим, естественно, Америка, естественно, Жолио Кюри и Франция. Германия. Да, конечно, группы были интернациональные. То есть это были выдающиеся ученые непосредственно всего мира. Но в этом случае хочется сказать, что Америке удалось нас опередить на два года, и здесь существует то ли миф, а может быть правда, что наши ученые им удалось похитить засекреченную информацию о создании атомной бомбы и после этого воспроизвести уже эти данные и создать свою бомбу и провести испытания. Насколько это правда? Вы знаете, вот это очень... Сказать вопрос очень непростой. И совершенно однозначно вот таким образом толковать с моей точки зрения его нельзя. И ни в коем случае нельзя принижать роль советских ученых в создании атомного проекта. Вот отвечаю все-таки на ваш первоначальный вопрос, что первоначальная записка поступила в годы войны, 42-й год. Я вот искала документ. Почему? Потому что было сначала письмо одного из учеников группы Курчатова-Флёрова в руководство страны, непосредственно Сталину, о необходимости продолжения работы. Это письмо было послано практически офицером Советской Армии, который находился на фронте. Он послал письмо сначала в руководство и продублировал его Курчатову. Видимо, сам физик был? Да. Он, естественно, был не то что физик, он был участником группы Курчатова. Участником группы. И сделал очень важное открытие в 30-е годы. Письмо это он направил в 42-м году весной. И в 42-м году весной это письмо дошло до руководства страны. Конечно, были и другие очень многие сигналы, но вот письмо это имело довольно-таки знаковое событие. После этого начали развиваться события и восстановились работы, начали работы по урановой проблеме или по атомной проблеме. В это время, уже осенью, Курчатов был отозван с фронта. Ему было предложено собрать группу своих бывших сотрудников, которые отзывались с различных участков фронта, потому что в основном все воевали. И первоначально они собирались в Казани, а потом уже в Москве. И уже тогда, к концу 42-го года, было ясно, что уже создавался, начала создаваться вот эта лаборатория, известная лаборатория номер 2 Академии наук Советского Союза, которая в будущем станет научно-исследовательским центром Курчатовский институт. И перед группой была поставлена конкретная цель. Абсолютно конкретная задача и конкретная цель. И эта задача была для того, чтобы понимать уровень решения этой проблемы. Представляете, 42-й год, идет Великая Отечественная война, ставится проблема создания атомного оружия, потому что совершенно ясно, что этой проблемой занимаются в других странах. И вот уже потом, когда были рассекречены документы, оказалось, что вот на момент начала работы над этим проектом у нас в стране этим занималось 100 человек, а в Америке значительно больше. Я бы так выразилась в очень большое количество раз. Дипломатично, вы сказали. Да, в очень большое количество раз. А вот в Германии в то время не занимались созданием? Занимались, в Германии тоже занимались. Советский Союз опасался, да, наверное, со стороны Германии в первую очередь. Значит, в Германии занимались, прежде всего, занимались и этими атомными исследованиями, и урановой проблемой, и в Германии очень близко подошли к решению задач, которые стояли. Но в Германии была очень развита материаловедческая база. В Германии было накоплено необходимое количество материала, довольно-таки большое количество материала для того, чтобы воссоздать эту реакцию. Потому что, ведь, когда мы говорим об атомном проекте Советского Союза, мы говорим о том, что из этого атомного проекта вышло практически очень большое количество всей промышленности будущего Советского Союза. Потому что этот атомный проект явился вот таким очень большим катализатором развития промышленности. Ведь, смотрите, необходимы были чистые материалы, необходим был плутоний, это все надо было искать, необходим был уран. Значит, уже в 1942 году пошли геологические экспертизы, экспедиции, которые начали искать урановые руды. Я прошу прощения, у нас сейчас маленькая пауза, а потом продолжим. Да, конечно, конечно. С мобильным приложением от РНКБ положить деньги на телефон быстрее, чем забросить мяч в корзину. Платить за детский сад можно даже не отрываясь от работы. Оплачивать коммунальные услуги вы можете даже не выходя из дома. Экономьте время вместе с мобильным приложением от РНКБ. Узнайте подробности на rncbit.ru РНКБ Банк ПАО Это просто кетчуп, а это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай Впервые в столице Крыма Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова представляет премьеру хореографического спектакля «Кровавая свадьба» по мотивам трагедии испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. 25 февраля на сцене Государственного академического музыкального театра. Начало в 19 часов. Категория 16+. Проектирование и оформление земельных участков, инженерных сетей, зданий, сооружений, геодезические и кадастровые работы. Крым. Земстрой. Симферополь. Улица Крылова, 34. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 978-875-85-95. Реклама на радио Крым. Телефон Симферополя. 78-84-44. Вечерний перехват с Владимиром Андронахи и с Ильей Сарсенбаевой. Да, Марина Силовна, пожалуйста, так вы остановились на том, что начали искать... Уран, само сырье. Само сырье. Но, насколько я знаю, что на территории Советского Союза и соседних дружественных государств месторождений урана как раз таки было очень мало. Может быть, в Таджикистане был, но и там недостаточно, чтобы проводить в полном объеме эти исследования. Но, вы знаете, вот в распоряжении Государственного комитета обороны от 28 сентября 1942 года здесь очень четко было сказано, если позволите, я даже зачитаю, писать Академию наук СССР, Академика УФА, возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Для этого топливо. Первое. Организовать при Академии наук специальную лабораторию атомной ядра. Дальше. Академии наук. Организовать под руководством профессора Ланге разработку проекта лабораторной установки для выделения урана-235 методом центрифугирования. Народному комиссариату. Изготовить на Казанском дно и так далее. Но речь идет о следующем, что и здесь даны тоже распоряжения, непосредственно связанные с геологическими разработками. Речь идет о том, что было направлено большое количество геологических партий для поисков урана, и он был найден. И, в принципе, как бы сказать, эти разработки начали вестись на территории Советского Союза. А где был найден? Вы знаете, в разных местах, но в основном все проблемы, все работы по урану, они велись на Урале. То есть, да, это Челябинское производство, которое было создано в те годы практически. Ну и это второй, в конечном итоге, это второй город, атомный щит России. Это город Снежинск, который был уже создан, конечно, позже, но на месте тех первоначальных производств, которые были созданы раньше, именно для решения проблемы получения урана, и чистого урана, и разного, который надо. Но вот у меня есть такая информация, тоже видела в интернете, конечно же, что удалось сырье забрать после победы над Германией. У немецких разработчиков 15 тонн привезли. Да, это тоже было, потому что сырья не хватало, и первоначально был ввезен этот материал из Германии. И, кроме того, надо сказать, что это очень ускорило работы, потому что это все-таки был трофейный, так можно сказать, уран. Но речь идет о следующем, что в 43-м году, когда уже вышло постановление, о котором мы сегодня говорим, и в честь которого, может, в какой-то степени собрались, уже было абсолютно четко понятно, что делать, как делать и в каком направлении. Если отвечать на ваш вопрос, насколько наша бомба все-таки является прототипом той, которая была сделана в Америке, то, конечно же, по конструкции надо отдать должное всем нашим патриотам, всем людям, которые участвовали в атомном проекте. По конструкции она была похожа и повторяла американскую бомбу. Но вы заметите, что все материалы, все устройства, вся промышленность была создана собственная. Нельзя было повторить с помощью чертежей эту бомбу без этого огромного промышленного комплекса. И весь этот огромный промышленный комплекс был создан. Более того, если она была испытана в 49-м году, то в 51-м году уже была испытана наша собственная авторская конструкция, которая была намного более удачной, которая была намного более, если так можно сказать, эффективной по отношению к этому виду оружия, но, тем не менее, которая была собственной разработкой авторской советских ученых. Но это, скорее всего, наше субъективное мнение нас, россиян, что в Советском Союзе все-таки бомба была лучше. Или были какие-то показатели определенные? Нет, я не буду говорить, вы знаете, в отношении бомбы, в отношении бомбы лучше или хуже, это вообще, конечно, очень сложный показатель. Вот, все бомбы плохие, так прямо скажем, но она была необходима для того, чтобы сохранить мир на Земле. Ведь совершенно четко было понятно, что после того, как была произведена атомная бомбардировка Хиросимы, стало ясно, что Советский Союз столкнулся с новым вызовом. Вы представьте, страна, которая только что выиграла тяжелейшую войну, которая изменила судьбы мира, наверное, на долгие годы, она на выходе из этой войны сталкивается с совершенно уникальным вызовом. И этот вызов, который она решила в течение четырех лет, по сути. Но обратите внимание, что как раз, вы говорите, закончилась война, и тут под занавес окончания войны американцы испытывают, вернее, демонстрируют в Японии свою атомную бомбу. Две бомбы, Хиросимы и Нагасаки. Да, 6 и 9 августа. И причем, вы понимаете, вот этот вызов, если бы Советский Союз за четыре года не сделал соответствующую атомную бомбу, неизвестно, как бы развивался мир дальше. Поэтому вот это оружие, оно вообще-то дало нам мирную передышку на долгие годы. И наличие этого оружия в Советском Союзе, оно спасло мир и дало возможность нам развиваться. Это надо четко понимать. Но ведь известно, что Черчилль просил Эйзенхауэра использовать атомную бомбу против Советского Союза. Ну, были не только просьбы, были и планы. И планы. Которые вообще четко говорили о том, какие города Советского Союза будут подвергаться ядерным бомбардировкам. И они все сошли на нет или вошли в другую фазу, когда появилось наше атомное оружие. Да, конечно. И никуда ж от этого не деться. Это исторические факты. Но хочу сказать, что реванш за вот такое первое испытание атомной бомбы мы взяли при изготовлении термоядерной бомбы. Потому что вот термоядерное оружие мы испытали первые. Это был 1953 год. Это так называемая водородная бомба? Да, это водородная бомба. И эта бомба, американцы испытали ее на год позже, чем мы. То есть, воспользовавшись, вот, может быть, какими-то наработками предыдущими, мы усовершенствовали их и сделали свое атомное оружие и первыми сделали водородную или термоядерную бомбу. Это было 12 августа 1953 года. Вот испытание нашей термоядерной бомбы. А чем отличаются они? Ну, вы знаете... Атомная от водородной. Формат передачи, наверное, не позволит мне рассказать. Ну, вы знаете, это очень-очень популярно, знаете так. Но речь идет о следующем, что вот в нашей жизни... Вы знаете, что Игорь Васильевич Курчатов закончил наш институт и был выпускником тогда Крымского университета. И вот к столетию Игоря Васильевича Курчатова мы делали ряд мероприятий, к нам приезжали гости. И один из этих гостей был Юрий Николаевич Смирнов. Это один из создателей, участников испытания самой мощной 50-мегатонной водородной бомбы. И это был один из людей, который из этой команды еще был жив. Сейчас, к сожалению, его уже с нами нет. И Юрий Николаевич, как очевидец, очень интересно рассказывал нашим студентам, профессорско-преподавательскому коллективу, о том, как происходила работа, но он застал только уже последние этапы. Вот самая мощная водородная бомба, которая была испытана и которая показала страшную разрушительную силу, когда волна обернулась вокруг земного шара три раза. То есть ударная волна, которая возникла в результате испытания этого оружия. Хочу сказать, что и атомная, и водородная бомба, хотя они создавались для создания атомного щита или с целью защиты нашего государства, Игорь Васильевич Курчатов уже в 49-50-м году говорил о мирном использовании и прилагал массу сил для того, чтобы использовать атом в мирных целях. И вот в этом, наверное, очень большое значение, очень большую роль сыграло вот такое высокоинтеллектуальное гуманистическое настроение наших ученых. Да, они сделали это оружие, но потому что это необходимо было стране. Но думали они о том, как использовать эту энергию в мирных целях и показали ряд путей и направлений, как это использовалось. Ведь все же прекрасно понимают, что и первый атомный ледокол был создан в Советском Союзе, и первая атомная станция была создана в Советском Союзе, в Обнинске. Это под Ленинградом? Нет, Обнинске под Москвой. Под Москвой. А разве не под Ленинградом первая была? Вы знаете, ну, та станция, которую все мы знаем, она находится непосредственно в Обнинске. Под Ленинградом, может быть, и были какие-то работы, наработки, но вот та, которую мы считаем промышленно действующей, промышленно действующей, это непосредственно в Обнинске. Ну и кроме того, ведь Игорь Васильевич Курчатов, он же начал работы именно по термоядерному синтезу, которые сейчас продолжаются, хотя казалось, что задача будет решена довольно-таки быстро, но на самом деле это задача, над которой ученые работают по сей день. Марина Всяловна, по поводу современных реалий, хотелось бы поговорить о крымской атомной электростанции, которая не была достроена, и таким образом это значит, что в мирных целях атом мы перестали использовать, теперь остается только в военных целях. Не могу так сказать, ведь давайте говорить откровенно, очень большое негативное значение к атомной энергетике, очень большой негатив к атомной энергетике дали трагические события на Чернобыльской атомной станции. Конечно, после этого было пересмотрено отношение, появилось такое очень большое, ну и боязнь, и осторожность в отношении атомной энергии. И оно, конечно, совершенно обосновано. Конечно, была проведена очень большая работа по тому, чтобы сделать эти реакторы более безопасными. Но, тем не менее, можно сказать однозначно, что атомная энергия – это та энергия, которая дает очень большие возможности развития любого государства. И сейчас те программы, которые реализуются в России в области атомной энергетики, они демонстрируют это. И заметьте, что многие страны не отказываются от атомной энергии, несмотря на то, что, конечно, авария случается. А некоторые отказываются. Некоторые отказываются, но… Германия, например. Во главе ее стоит специалист. Какой-то человек, который получил образование в этой области. Но хочу сказать, что, наверное, это выбор каждой страны отдельно. Но, тем не менее, вот, например, если мы возьмем Францию, а доля атомной энергии очень большая, энергетики. И это очень, как бы сказать, спасает французскую промышленность. Конечно, очень… Ну, очень хотелось бы использовать неисчерпаемую энергию солнца, ветра, моря, и чтобы это происходило без вреда окружающей среде. И, конечно, бы это, наверное, будущее все-таки наше, как бы там ни было. Но сейчас, к сожалению, этой энергии будет явно недостаточно. Современный уровень технологий не позволяет нам использовать эту энергию по максимуму и не позволяет нам создать конкурентноспособный народно-хозяйственный комплекс или экономику страны, используя только эти виды энергии. У нас сейчас новости. Крымская служба новостей. Мы знаем все. 16 плюс. Здравствуйте. У микрофона Валерия Вознесенская. В этом выпуске. Завтра в Крым прибудет делегация из Татарстана. Украина попыталась в очередной раз продать российский сейнер Норд. И проезд на некоторых улицах Севастополя будет ограничен. Когда и где, вы узнаете в ближайшие минуты. Крымская служба новостей. Завтра в Крым с двухдневным визитом прибудет делегация Общественная палата Республики Татарстан. В рамках визита на полуостров гости планируют встретиться с первым вице-спикером Ефимом Фиксом и вице-спикером крымского правительства Эдипом Гафаровым. Также в программе посещение мемориального комплекса концлагерь Красный и Крымского инженерно-педагогического университета. Кроме того, в среду в Симферополе пройдет круглый стул с членами делегации и крымскими общественниками. Ожидается, что в конце мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Общественными палатами Крыма и Татарстана. Сегодня Украина попыталась в очередной раз продать российский сейнер Норд. По данным, опубликованным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, торги так и не состоялись. О желании приобрести судно заявили шесть участников, однако ни один из них не сделал гарантийного взноса. Начальная цена корабля составила почти 3,5 миллиона рублей, а гарантийный взнос – почти 300 тысяч рублей. Как говорится в документах торгов, на данный момент Норд базируется в Бердянском морском торговом порту возле причала номер 9. Студенты крымских вузов перешли на второй этап деловой игры «Ты нужен республике». Удостоверение участников сегодня получили 16 человек. Об этом рассказал СМИ-проектор по развитию приоритетных проектов КФУ имени Вернадского Сергей Додонов. Объединенная комиссия преподавателей состоит из экономистов, менеджеров, филологов, юристов, чтобы можно было разносторонне оценить тот материал, который поступает, и посмотреть, как протекает избирательный процесс. Додонов подчеркнул, что студенческие проекты, которые участники будут анонсировать уже на этой неделе, интересны и самим студентам, и правительству республики. В Севастополе 14 и 15 февраля вводится временное ограничение на проезд и парковку личного транспорта на ряде улиц. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. С 8 вечера 14 февраля до 14.00 15 числа движение будет ограничено на площади Нахимова, Суворова, улице Ленина, проспекте Нахимова и площади Лазарева. Кроме того, с 10.30 до полудня 15 февраля вводится временное прекращение движения всех транспортных средств по маршруту следования колонн от площади Суворова до Лазарева. На этом у меня все. Валерия Вознесенская, Крымская служба новостей. Вечерний перехват с Владимиром Андронахи и с Ильей Сарсенбаевой. Еще раз здравствуйте. Я напомню, что сегодня мы говорим о самом могущественном оружии ядерном. Но как это ни парадоксально, в то же время оно является и оружием мира. Потому что если бы не оно, то, наверное, человечество бы не осознало, насколько важно сохранять мир на планете. И что человеческий гений уже настолько продвинут, что способен создать оружие, которое может уничтожить не только все живое, но и всю нашу планету. И вот это осознание, конечно же, благодаря в первую очередь и ядерному оружию. Я напомню, сегодня у нас в гостях Марина Всеволодовна Оглумова, директор физико-технического института, кандидат физико-математических наук, доцент. И напомню, студийные номера плюс семь девять семь восемь четыре нуля двести шестьдесят четыре. И наш короткий номер сорок шесть сорок семь. Присылайте сообщение со словом Крым, стоимость смс шесть рублей двадцать копеек. Ну а также вы можете задать вопрос по вайберу и ватсапу, а именно по номеру плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять нуль пять. Марина Всеволодовна, а вот вы перешли уже к разговору о мирном использовании атомной энергии. А вот мы слышали президента, который когда, по-моему, год назад весною, выступая в Госдуме, по-моему, или перед федеральным собранием, рассказал о новых видах вооружения у нас. И говорил о каких-то летательных аппаратах, у которых двигатель работает на атомной энергии. Такой маленький атомный двигатель, это удивительно, потому что мы себе представляем эти атомные электростанции. Ну и, наверное, атомные двигатели в ледоколах, это масштабные такие, так сказать, виды транспорта. А тут летательный аппарат. Ну, это очень знаменательно, и это действительно дает большое преимущество данному описанному виду вооружений, о котором говорил наш президент. Вот вы знаете, когда Владимир Владимирович говорил о том, что достигнуто в нашей оборонной промышленности сейчас, я всегда провожу параллели с атомным проектом. Потому что те успехи, которые достигнуты сейчас, они в наше время дают нам тоже возможность строить и чувствовать себя уверенно в этом мире. Это тот необходимый базис для нашего мирного развития, который есть в нашей стране. Это большое счастье, что он есть. Хочу сказать, что разработки, которые идут и на протяжении 20 века, и сейчас, они, конечно, не стоят на месте. И появляются новые виды, продолжающие, в какой-то степени вышедшие из атомного проекта Советского Союза. Мы сейчас говорим, например, о ядерной медицине. Этот проект полностью вышел из атомного проекта Советского Союза. А это вообще непонятно. А что это такое? Ядерная медицина – это многофункциональное направление. Это направление, которое используют и позитронную томографию, и лечение онкозаболеваний с использованием электронных лучей разной интенсивности. Это и то, что позволяет диагностировать с помощью радиомаркеров онкологические заболевания на ранних стадиях. Это целый комплекс методик, которые используют достижения ядерной физики в целях выявления и лечения онкозаболеваний. Хочу сказать, что вот вы упоминали о двигателе. Действительно, ведь первые ледоколы, которые появились в Советском Союзе, были атомными. Ну, не первые, а там первые атомные ледоколы появились в Советском Союзе. А сейчас мы говорим о сплошной навигации по Северному морскому пути. Ведь именно эти ледоколы дали нам возможность и этот приоритет в освоении Северного морского пути. А посмотрите, насколько сейчас эта проблема стала важной и актуальной для нашей страны. Через 60 лет после появления, ну, через некоторый промежуток времени после появления этих ледоколов. И сейчас флот ледокольный Советской России один из самых весомых в мире. То есть нет у него какой-то другой страны такого ледокольного. Даже близко нету. Такого ледокольного флота, как в России. А это же наследие или последовательность от этих всех научных исследований. Опять же, если говорить о продолжении атомного проекта, это все плазменные исследования, это плазменные технологии. Они тоже вышли все из непосредственно атомного проекта. Они вышли из исследований по термоядерному синтезу. И поэтому, когда мы сейчас тоже говорим о плазменных... Вот в той же речи нашего президента говорилось и о плазменных устройствах, которые тоже используются для обеспечения обороноспособности нашей страны. Это тоже все вышло из этого атомного проекта. И говорить о таких двигателях, ну, очень хорошо, что они появились. Это большое достижение. Это очень большое достижение. Но, с другой стороны, ведь еще вот что было сказано при этом, что у нас, это мы первые, вот такой у нас прорыв в этой области. И что, как сказал президент, ну, конечно, там через несколько лет, конечно, и другие наши, как он любит говорить, партнеры достигнут этого. Но за это время мы еще что-нибудь такое придумаем. А вот в связи с этим хотелось бы как раз-то и спросить. На каком уровне развитие вот наша наука в этом ключе, в этой отрасли? Вы знаете, ну, вот за последние, наверное, 20 лет, последние 10-15 лет, даже, может быть, Россия сделала огромный рывок в области развития науки и использования новых технологий, которые были созданы на основе новых научных достижений. Вы, наверное, видите, вот только вот вчера, 8 февраля, в День науки, были вручены премии молодым исследователям. И это же каждый год вручается премия за лучшие работы молодых исследователей. И возможности, которые создаются сейчас страной для исследований, особенно для молодежи, количество программ, проектов, грантов, оно очень большое. То есть явно видно заинтересованность государства и стремление создания атмосферы для научно-технического творчества молодежи, студентов, молодых ученых. И очень много делается для этого. Но даже вот взять наш университет. Ведь программа развития, она же позволяет университету изменить свою материальную техническую базу, осовременить ее, и учить наших студентов, и предоставлять им возможность такого же научно-технического творчества, как и в других российских вузах и в других российских регионах. И это очень важно, потому что новое развитие промышленности, следующий промышленный уклад, он будет укладом, как и предыдущий, но уже в значительно большей степени основывается на научно-техническом развитии. Молодежь интересуется этой темой, этой тематикой научной? Вы знаете, конечно, интересуется. Хочу сказать, что тут есть небольшие вопросы, которые требуют обсуждения. Понимаете, есть научно-техническое творчество, а есть такие сложные дисциплины, как физика, математика, и которые тоже надо изучать для того, чтобы достичь успеха в этом научно-техническом творчестве. И есть ли научно-техническое творчество, робототехника, автоматизация? Сейчас у всех на слуху, и все пытаются... Смотрите, какой у нас сейчас бум робототехнических кружков частных, сколько детей идут в эти кружки, кто пытается заниматься, сколько у нас проводится соревнований, как изменился состав всех кружков юношеского технического творчества. Но вместе с тем это первоначальный этап вот такой ручной работы, когда человеку интересно, когда он мотивирован, когда он пытается что-то сделать своими руками. Ну а дальше должно идти... Нужна база научная. Нужна база. И нужны прочные знания по этим дисциплинам. А вот здесь, конечно, уже сложнее, потому что это сложная дисциплина, не требует некоторой усидчивости в освоении. И здесь нельзя все сделать только игровыми методами, только интересом. Здесь требуется какая-то и дисциплина. И поэтому, вы знаете, опять же, уровень подготовки и уровень преподавания играет очень большую роль. Потому что все мы знаем, с каким педагогом ты столкнешься в жизни. В этом в очень большой степени будет сформировано отношение к предмету. Поэтому здесь задача, которую надо решать комплексно. Это задача и поддержки этого интереса технического, которого, естественно, есть у ребятишек и в школьном возрасте, и в среднем школьном возрасте, и в старшем. Но вместе с тем необходимо еще и очень, что ли, грамотное, направленное освоение технических дисциплин. Но сейчас, конечно же, вот в России идет бум инженерных специальностей. Туда идут конкурсы. И очень хорошие появились наборы, очень хорошие студенты. Марина, к сожалению, только очень много. Но в школах сокращаются уроки физики, согласитесь, часы. Уже сократились. Уже сократились. Вот я помню, когда я училась, это уже давно было, у нас один час в неделю был, один урок в неделю. Очень мало. Это очень мало. И мы тоже на это обращаем внимание, пытаемся повлиять на эту ситуацию. Потому что один урок физики в неделю — это крайне мало. Ведь, понимаете, эта наука лежит в основе понимания человеком окружающего мира. Это наша будущая космонавтика, это наша будущая промышленность, это наше будущее строительство, это наше будущее высокотехнологичной медицины. Это все основано на успехах физических и технических наук. Поэтому если мы этого сейчас не изменим, то мы получим поколение пользователей, а не тех, кто разрабатывает эти вещи. Потому что некоторое время назад у нас действительно превалировала идея использования. И мы очень успешно использовали многие технические устройства, которые нам представляли развитые капиталистические страны. Сделаем паузу. Семнадцать часов сорок пять минут Яндекс.Пробки, Симферополь. Ситуация в центре города очень даже хорошая. Спокойно ездит транспорт, никаких заторов нет. Разве что на улице Шмидта. Улица Шмидта частично на проспекте Кирова, на улице Ленина. И в районе бульвара Ленина. Да, в районе бульвара Ленина от железнодорожного вокзала. Так, и нету на этот час ни одного дорожного транспортного происшествия. Реклама Это просто кетчуп, а это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Реклама на радио Крым. Телефон Симферополя. Семьдесят восемь восемьдесят четыре сорок четыре. Вечерний перехват с Владимиром Андронакире и с Ильей Сарсенбаевой. Марина Силовна, как же вернуть физику в школу? Вы знаете, вероятно, каждый должен делать на своем месте то, что он может сделать. Вот поэтому мы в своем физико-техническом институте понимаем, что, может быть, в какой-то степени мы можем только просить, чтобы увеличили это количество часов физики в школе. Но вместе с тем там есть и другие дисциплины, и здесь надо все решать в комплексе. Мы в институте создали такую физико-техническую школу воскресную или выходного дня, когда каждую субботу для всех желающих нашего региона старшеклассников 9, 10, 11 класс. Мы проводим занятия по физике, занятия ведут наши лучшие профессора нашего института. Это лекции, это практические, это лабораторные работы. Работает она совершенно на бесплатных условиях. Набор мы осуществляем в сентябре, но это не значит, что все желающие могут прийти в любую субботу, учащиеся, все желающие, в любую субботу учебного года и быть записанным, и приступить к слушанию лекций. И не ходят ребята? В практическом. Но каждый год к нам приходят, она работает у нас уже 3 года. На входе мы имеем порядка 100 человек 10-11 класс. На выходе, конечно, имеем меньше в 2 раза. Это 50-60 человек, которые, в принципе, остаются до конца учебного года. Ну и они потом составляют костяк абитуриентов, да? Вы знаете, не только наших. Они составляют костяк абитуриентов и ведущих московских вузов в том числе. А, вот так вот. Ну да, конечно, конечно. Вот так что хочу сказать. Но школа абсолютно добровольная. Она основана абсолютно на добровольных условиях. Там нет никакого, вот, как бы сказать, принуждения. И вот сейчас мы с ребятами, учащимися этой школы, у нас есть команда физико-технической школы, которая участвует в турнирах юных физиков и так называемых физико-математических боях. Вот такой региональный бой прошел в конце декабря. В марте у нас будет всероссийский турнир юных физиков, когда к нам приедут команды из всех регионов России, будут сражаться в таких физических боях на территории нашего Крыма, в нашем Крымском федеральном университете. Ну, сюда к нам, наверное, с радостью приезжают. Вы знаете, вот мы ездили с командой в предыдущие годы. Эти бои устраивают четыре университета в России. То есть организаторами являются Московский университет, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет и теперь наш Крымский федеральный университет. Хорошая компания. Хорошая. И вот в прошлом, позапрошлом году мы ездили на Урал, мы участвовали и заняли третье место в своей подгруппе. В том году мы ездили в Новосибирск команду физтехшколы, а вот в этом году уже сам турнир приехал непосредственно в Крым. Мы его ждем и готовимся с нетерпением. А когда он пройдет? Пройдет он в дни весенних каникул с 25 марта до 1 апреля. Еще и хорошее время весна. Понимаете, вот то, что мы можем, мы обязаны предоставить нашему региону. Мы не можем, к сожалению, исправить вот такое маленькое количество часов школы, хотя мы со своей стороны, участвуя в учебно-методических объединениях, все время говорим об этой проблеме, говорим, что надо решить и вернуться к решению этой проблемы. Но то, что мы можем делать здесь для региона, мы стараемся физтехи делать, потому что у нас работает, как и физтех школа. Мы очень активно работаем с различными ребятами МАНа в наших лабораториях. Вот сейчас победители одного из престижных соревнований Junior Skills будут выполнять проектные работы в своих научно-исследовательских лабораториях в физико-техническом институте, в лаборатории 3D-моделирования и прототипирования. То есть вот всё, что мы имеем на данный момент по оборудованию, по лабораториям, мы стараемся, чтобы это было доступно всем нашим заинтересованным крымчанам. Ребята занимаются наукой именно фундаментальной, не… Разной наукой. И прикладной. И прикладной, и фундаментальной. Вот у нас есть пример работы со школьниками в лаборатории мезо- и наноструктурированных материалов. Это лаборатория, в которой находится атомный силовой микроскоп, и в которой находятся маленькие так называемые наноэндикаторы, переносные портативные атомные силовые микроскопы, на которых и проходит лабораторный практикум для студентов и для школьников. И вот на этих устройствах выполнен ряд работ, которые были под руководством руководителя этой лаборатории, тоже молодого учёного Татьяны Владиславовны Михайловой, которые были оценены довольно-таки высоко. Они получили золотые медали на нескольких международных и всероссийских выставках. Таким образом. Техническая база наших вузов, она соответствует уровню, современному уровню обучения в вузах? Ну, сравнение, разумеется, с зарубежными. Вообще-то у нас есть чем сравнивать. То есть мы, как бы сказать, коллектив нашего института, он работал в разных вузах, и в зарубежных, и в российских. И хочу сказать, что если в 2014 году мы понимали, что вся наша материально-техническая база изношена полностью, и что мы практически работаем на материально-технической базе, на оборудовании, которое доживает последние месяцы, дни, недели своего существования, то сейчас, благодаря программе развития Крымского федерального университета, мы обновили материально-техническую базу. И из 50 активно действующих наших лабораторий, 25 у нас предотвращены полностью. Это и новое лабораторное оборудование, это лабораторное оборудование учебного цикла, и исследовательского цикла, это и установки центров функциональных материалов и нанотехнологий по производству композитных материалов, это и ряд установок, которые мы приобрели непосредственно для электромеханических лабораторий, для создания... Ну, в общем, идёт обновление. Идёт обновление. День, где выделяются средства... Они, вы знаете, выделяются средства Крымскому федеральному университету, а в Уншевом университете на конкурсной основе мы предоставляем наши проекты, и на конкурсной основе идёт переоснащение тех лабораторий, которые демонстрируют более, что ли, такую интересную программу своего развития. Вот так. А вот, Марина Васильевна, а вот скажите, а что нам ожидать в ближайшие, скажем, 10 лет от учёных вот в сфере физико-технической отрасли? Может, что-то очень и очень необычное? Вы знаете, делать прогнозы в науке – это очень неблагодарное дело. Правда? Конечно. Вот, смотрите, наверное, когда мы с вами учились в институте, мы с вами осваивали электронно-вычистительные машины, мы пользовались ещё перфокартами там, например. Перфокарты, да, были. Или другими. Точно. У нас были большие электронно-вычистительные машины, мы ими гордились. Это были машины производства стран СЭФ, это машины единой электронной серии. И трудно было представить, что как только мы выйдем за пределы наших университетских стен, что это всё начнёт развиваться с такой скоростью, о которой бы даже не предполагали. И трудно представить, что сейчас любой смартфон, он по своим функциональным возможностям значительно превосходит образцы тех вычислительных комплексов. Поэтому наука развивается. Наука — это производственная сила. Сейчас наша жизнь зависит от науки в значительно большей степени, чем 50, 60 или 80 лет тому назад. Поэтому молодому человеку, который выбирает путь, я бы, конечно, советовала обратить на это внимание, потому что это то, что делает жизнь интересным, это познание мира, это познание окружающего мира. Кроме того, изготовление или изобретение того, чего не было никогда. Конечно, наука будет развиваться. Будут развиваться вычислительные системы, будут развиваться квантовые. Она перейдёт в квантовый компьютер. И всем это уже, как бы сказать, довольно-таки понятно, что квантовые системы будут развиваться. Считаете, понятно, что такое квантовые компьютеры? Но это следующее поколение электронно-вычислительных машин, так скажем. Следующее. Но мы даже не представляем, Как это может выглядеть всё? Конечно, будут развиваться оптические технологии. Сейчас очень много интересного. Вот только получили премию за использование оптических технологий для обнаружения мелких элементов взрывчатых устройств. Молодые учёные из Новосибирска. Да, об этом говорили как раз, точно. Это тоже же оптические технологии, лазерные технологии. Они будут развиваться серьёзнейшим образом в этом направлении. Конечно же, человечество не оставит идею исследований в области энергетики. Потому что энергия – это база, на чём строится всё остальное наше жизнеустройство. Поэтому, конечно, будут активно внедряться, я бы так выразилась, пробовать будем, естественно, внедрять водородную энергетику в различные направления деятельности. Конечно, будет электрическая энергия активно внедряться в различные движущиеся устройства. Конечно, будут использоваться и другие виды альтернативной энергетики, будут двигаться технологии по этому направлению. Поэтому кайкстмические исследования, они дают огромный импульс развитию всех остальных исследований. Потому что это уникальные условия, и, естественно, эти уникальные условия хотелось бы использовать для получения чего-либо нового для развития промышленности на Земле. Конечно, вот то, о чём говорит наше правительство – это цифровизация. Мы просто не понимаем, может быть, до конца даже объёмов этой задачи. То есть она глобальная задача, которая стоит перед всем человечеством, и она уже решается. Потому что, используя технологии, например, тот же, вы только что сказали, Яндекс.Пробки и всё остальное, но это всё последствия цифровизации. Это совершенно другой уклад в промышленности. Это переход на печатные инструментарии. То есть это то, что будет делаться с помощью 3D-технологий. Адитивные технологии будут, конечно, развиваться. Адитивные технологии – это использование искусственных органов, которые спечатаются с помощью 3D-технологий. Это тоже, вероятнее всего, будет развиваться. Поэтому будет настолько много всего интересного, и так много оно будет быстро внедряться в нашу жизнь, что хотелось бы, чтобы человек, используя все эти технические новшества и новинки, всё-таки оставался человеком и всегда осознавал хорошие и плохие последствия от всех новых технических усовершенствований. Потому что именно это делает наш мир разумным. И в случае атомного проекта, возвращаясь к первоначальной нашей теме, именно наше сознание, наше человеческое сознание, его понимание делает мир безопасным, и отказ от использования этого оружия даёт нам шанс на вот те перспективы научные, которые я только что опрессовала. Но получается так, мы изобретаем всё новое и новое оружие для того, чтобы оно не было использовано. Да, для того, чтобы оно отдавало нам залог нашей безопасности. Залог нашей безопасности. И вот это мы должны понимать, потому что это залог нашей дальнейшей жизни, деятельности и нашего счастливого будущего. И это является сдерживающим, основным, собственно говоря, сдерживанием. Но не все, не все страны сдерживают. И тем не менее, пока вот это оружие страшное больше не использовали после 1945 года. Ну да, и даже ядерные испытания, они, как бы сказать, были запрещены. И даже ядерные испытания уже, да. Потому что они абсолютно чётко были... Понятно, что это очень-очень разрушительная технология. Да. Ну хорошо. Спасибо вам огромное за, можно сказать, за лекцию. Я бы не сказала, что это лекция. Мы не хотели даже вас перебивать, потому что было очень интересно. Спасибо большое. Пожалуйста. Мне тоже было очень интересно. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо. Спасибо большое. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Марина Всеволодовна Глумова, директор физико-технического института, кандидат физико-математических наук, доцент. Но на этом мы не прощаемся. Сейчас у нас будут новости, а после этого вернёмся в студию. И к нам присоединится Вардан Григорян, председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым. Оставайтесь на Радио Крым и не переключайтесь, что самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова